Российским родителям будет проще оплачивать спортивные секции своих детей и их медицинские страховки. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который разрешает тратить на эти цели материнский капитал. Сенатор уверен, что его инициатива станет дополнительной мерой поддержки российских семей и, кроме этого, не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Законодатель направит документы на согласование в правительство. Ну а мы же поговорим о них подробнее. Сенатор Андрей Кутепов сейчас в нашей студии. Андрей Викторович, приветствую. Итак, давайте сначала о медстраховании. Мы правильно поняли, что вы предлагаете разрешить тратить материнский капитал и на страховку, и на медицинское обслуживание ребенка до года. Что конкретно, по вашей задумке, должно входить в эти услуги и какой на них спрос? Возможность родителям более шире использовать материнский капитал. Благодаря тому, что государство поддерживает и каждый год индексирует увеличение и увеличение материнского капитала, мы должны дать возможность родителям в полной мере их использовать. На сегодняшний момент есть определенные ограничения, которые мы готовы и вносим сейчас предложение, чтобы их могли сократить до минимума. В данном случае мы предлагаем, чтобы материнский капитал мог использоваться непосредственно со страховой компанией, которая имеет возможность заключать с несколькими медицинскими организациями достаточно широкий спектр у каждого страхового общества, которые предоставляют услуги до года ребенку или всей семье. Второй вариант, который мы предлагаем сделать, это непосредственно заключать через страховую компанию, определенной медицинской компанией. Спектр услуг – это и частный врач, который может приходить на дом и непосредственно присматривать, если, допустим, это несколько детей в семье, присматривать за несколькими детьми. Это достаточно дает возможность родителям более использовать свое свободное время и меньше стоять, непосредственно приходить в каких-то поликлиники, использовать более широко все-таки материнский капитал. И третья возможность, о которой мы говорим, – это про спорт. Спорт. Мы все видим, что уровень жизни и продолжительности в нашей стране увеличивается. Мы должны задумываться и показывать пример своим детям, нашим детям, что нужно заниматься более качественно и с самого детства спортом. Но спорт есть определенный. Это такие несут как затраты, какие там секции, которые требуют определенных все-таки финансовых уложений. Мы даем возможность сейчас нашим детишкам заниматься тем видом спорта в соответствии с использованием материнского капитала, каким бы они видом спорта захотели заниматься. Это достаточно широкий спектр, но мы уверены, что это очень востребовано. Сами родители обращают на это внимание, поэтому мы надеемся, что будет поддержано. А вот казалось бы, все-таки сейчас так много доступных секций, много бесплатных есть, много есть тех, которые доступны для родителей. Как вы считаете, действительно родители захотят потратить на спортивные занятия маткапитала, а не на ипотеку, например? Ну, вы знаете, возможно, не у всех жилищные условия сковывают их. Да, 70% примерно от всего материнского капитала идет на увеличение и улучшение жилищных условий. Но остальные 30% могли бы использоваться таким образом, которые считают, что родители необходимым. Это все-таки на своих детей. И все эти предложения, которые мы делаем, они основываются только на цифрах. Цифры, которые приходят из регионов, которые мы динамично отслеживаем, и мы должны давать возможность максимально больше давать родителям возможность. Ну, если вопрос решен по жилищным условиям, почему нельзя использовать? Да. Поэтому у нас есть еще несколько наработок, которые мы, возможно, будем воплощать в жизнь. Сделать предложение правительству для расширения возможностей маткапитала. Ну и обязательно мы должны отслеживать, каким образом это реализуется в жизни. Поэтому это такая всегда ситуация, которая... Есть потребность, она должна быть реализована. Поэтому мы внесли, надеемся, что правительство поддержит. Вот эти новые введения, ну, спорт в приоритете. А вот интересно, справятся ли сами спортивные секции в таком случае? И не будет ли такого наплыва желающих, например, заняться хоккеем? Ну, дорогосующее занятие для ребенка. Абсолютно правильно. Или фигурное катание? Абсолютно правильно. Там, где все-таки более высокотехнологические виды спорта, такие, которые вы сейчас упомянули, хоккей, фигурная компания, катание, ну, вот опять-таки гимнастика. Мы же занимаем достаточно высокие позиции в мировой структуре спорта. И дальше они будут продолжаться именно. Потому что мы должны воспитывать детишек и давать им возможность добиваться. Ну, и у родителей все больше и больше все-таки возникает желание, чтобы детишки росли здоровыми. И можно было потом, знаете, со временем говорить о том, что вот мы столько времени уделили вам и спорту, да? Но сами секции-то справятся, а хватит их? Или новые будут появляться? Я уверен, что те же молодые талантливые спортсмены, которые у нас сейчас вырастают, тоже будут брать уже тренерские навыки уже. И точно так же воплощать и подрастать молодежь нашу, растить. Спасибо, Андрей Викторович, за то, что уделили нам время. О новых законодательных инициативах мы говорили в прямом эфире с председателем Комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. Комитета Совета Федерации по экономической политике